Время педагога Мы должны вспомнить всю школу подготовки петербургских и ленинградских кубистов Познакомились мы с Галузиным на похоронах нашего педагога Кошиева Михаиловича Который вложил очень много и в него, и в меня, и во многих других музыкантах И Галузин был ярким представителем именно нашей школы Мало того, я всегда завидовал его целеустремленности к совершенству И к совершенству не техническому, а музыкальному Человек, который смог из любой фразы сделать шедевр Читал любое произведение как прекрасный дирижер И не зря в свое время, когда он поступил в заслуженный коллектив Мараинский часто его приглашал к себе в кабинет И лично с ним проходил партии Это он сам рассказывал и очень много получил именно от Евгения Александровича Мараинского Плюс к этому проявилась его целеустремленность еще в том, что он был одноклассником С Николаем Шишенковым, который много лет проработал в Кировском театре Они были одноклассниками Шишенков поступил сразу в консерваторию Галузин, не сразу Но он, как говорится, был усердным Отслужил в армии И поступил, и занимался усердно И уже только в 69-м году поступил в заслуженный коллектив А приступил к работе в 70-м году И был ярким продолжателем Куйванина Николай Андреевич Который учился тоже у Зинченко Владимира Ивановича Это вся питерская школа, начинающая еще с Цигульского Который первым был тубистом придворного оркестра Передавший эстафету Зинченко Потом Зинченко передал Кошелеву Кошелеву Куйванину Куйванина Галузину И что еще можно сказать о педагоге Он был всегда весел Никогда его не видел грустным И то, что он потом ушел к Богу Это характеризует его немножко с другой стороны К сожалению, если бы он не ушел к Богу Может он прожил бы и дольше А может... Ну, сейчас все это непредсказуемо Как все это повернулось бы Человек, воспитавший двоих детей И большую плеяду хороших музыкантов Он стремился всегда К точности И воспроизведения И к точности музыкального материала Но самое большое внимание Он уделял именно качеству звучания Что всегда определяло питерскую школу Это качество звучания Это передалось еще от Петрова Петра Владимировича Который проработал в Кировском театре С 20-го по 61-й год И тоже много общался с Галузиным Тоже ему много передал Вообще у нас всегда Все музыканты держались друг за друга И передавали не только мастерство Но и байки И были всегда Друг к другу снисходительно Редко было, чтобы Какая-то была конфронтация Зависти тоже Я никогда не знал Такое, чтобы кто-нибудь Кому-нибудь завидовал А Валентин Владимирович Всегда был нараспашку Как у нас говорится Но и он ценил свое время Если студенты не приходили Скажем, минут 15-20 Он занимался Сразу выдвигался с семьей Обидно, что человек Отработавший 30 лет В заслуженном комитете Не был обласкан власти Как у нас говорят Не был заслуженным артистом Хотя заслуживал это полностью Заслуги им ничего не дали Хотя обязаны были присвоить Потому что его студенты И заслуженные артисты Там, скажем, слетня Новиков Заслуженный артист в театре А человека, как отдавший всю душу И в гармонии, и в консерватории Ничего не получил К сожалению Его очень любили и зарубежные исполнители У него связывала огромная дружба С Флетчером, Джоном Флетчером Легендарным тубистом Ансамбля Филиппа Джонса И работавший в Лондонском Психоническом оркестре И Флетчером очень хорошо О нем отзывался Всегда И даже несколько раз Заменял его на гастроли В связи с болезнью Другие музыканты Всегда приходили И общались с ним за рубежом И даже когда я сам ездил Ко мне приходили И спрашивали о нем очень много Особенно Байз Вот Даже один из его студентов Из Тайпея До сих пор мы с ним общаемся Он очень с теплотой о нем вспоминает И Очень много Педагогов со всей России Тоже с ним общались Он Часто был приглашен В составе Жюри В составе Который конкурс Где Очень Женкий Работал Работал Принципиально И без Всякого Налета Такого Притятости Было честно Бывало, что Он меня приглашал Вторым музыкантом На гастроли На гастроли И я ездил И в Азию И в Европу С ним Но к сожалению Во время гастролей Так Не было времени Чтобы конкретно С ним пообщаться Только во время Репетиции И концерта А так Просто Человек Был всегда Занят Своей семьей Потому что Он постоянно Звонил домой Все время Спрашивал Как дети Как внуки Потом Когда появились Вот Он всегда Был жив Редактор субтитров Редактор субтитров